Пуховики, пальто-елочка, бушлаты и дубленки. В этом сезоне дизайнеры предлагают разнообразие верхней одежды классического стиля. В приоритете высококачественные ткани, шерсть, кожа и мех. Длина – короткие, до середины бедра и длинные – до колен. Наиболее популярные сочетания – милитари и бизнес-кэжуал. В моде остается классика, вечная. В общем, ничего нового дизайнеры в этом смысле не предлагают. Цвета, но основной цвет будет серый, это будет полоска и елочка. Елочка вновь возвращается к нам. Елочка 19 века, когда Томас Бёрдбери придумал ткань габардин с вот этим рубчиком. И, в общем-то, это такая мода 19 века, такая абсолютно лондонская, лондонский стиль. Правило, что под костюм стоит подбирать только пальто – в прошлом. Тенденция – мода на пуховики. Взамен привычной формы дутости дизайнеры предлагают оригинальные утонченные фасоны. Актуальные ассиметрические застежки молнии, металлические пуговицы и капюшоны с мехом. Тренд – кожаные пуховики, бушлаты и парки. Пуховик – это непременный атрибут московской зимы. Форма его может быть… Ну, сейчас форма преобладает более длинной, а эти пуховики называются парка. То есть пуховик должен быть длинным. Но если посмотреть коллекцию Бабери, то там можно видеть короткие пуховики, из-под которых даже выглядывают ласками пиджака. Цветовая гамма остается по-прежнему сдержанной – черный, коричневый, синий и хаки. Возможен красный. Модельеры допускают и сочетание двух-трех цветов. Принты для делового стиля – клетка и полоска. Спортивный вариант – геометрические цвета. Один черный пуховик должен быть у каждого. А уже второй пуховик можно выбирать любого оттенка. Он может быть светлый, белый, голубой, зеленый. В общем, какой угодно. И еще он может быть оторочен мехом. Это может быть мех енота или бобра. Желательно не застегивать, конечно, наглухо. То есть, как бы, узел галстук должен выглядывать из разреза пуховика. Есть такое правило. Стереотип о том, что сумка должна сочетаться с ботинками и верхней одеждой, дизайнеры сломали. Кладчи и портфели перекликаются с курткой, брюками, по цвету, материалу и стилю. Модные дома представили свои коллекции из дорогих материалов с обилием ремешков, лямок и карманов. Главное правило – исключить лаковую и крокодиловую кожу. То есть, это и кладчи, и портфели. Кожа может быть черная, может быть коричневая, ни в коем случае не лаковая и ни в коем случае не крокодил. То есть, для делового человека это табу, это вычурный, вульгарный, и крокодил, и лаковая кожа нежелательно использовать. То есть, ну, такое удержанное, скромное, но в то же время говорящие останутся. Пальто удобно носить с портфелем. Вариант для пуховика – кожаный рюкзак. Такой вместительный аксессуар часто появляется в коллекциях Марка Джейкобса, Луи Бетона и Шанель. Для человека портфель – это святое, это то, без чего он не может существовать в принципе. Но сейчас дизайнеры предлагают рюкзаки все чаще. То есть, это вместе с деловой одеждой, куда помещается ноутбук. То есть, это большой кожаный вместительный рюкзак. Недалее, как три недели назад, прошел показ Шанель, в котором Карл Лагерфель предложил, в общем-то, рюкзаки. Такая ковбойская коллекция, она называется «Даллась». Вот, и там, значит, используют рюкзаки с орнаментом у дейца. В моде свободное смешение стилей. Многие бренды в этом сезоне делают акцент на сочетание классических костюмов с более спортивной верхней одеждой. Или же строгие кожные портфели с винтажным пальто. Главное правило – не комбинировать более двух стилей, иначе это приведет к комичности вашего образа.